Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребята, срочные новости. Только что вычитал у CNN очень интересную вещь. Честно говоря, не ожидал, но это факт. Так вот, вчера я записал видео по поводу того, что Великобритания может быть ключевое слово может быть поставит нам ракеты дальностью 250 километров. Речь идет о ракетах Storm Shadow. Это английская ракета, английского производства авиационного запуска. Ну, вполне могут быть присобачены к нашим самолетам Су-24, которые у нас есть. И достать, собственно говоря, любую точку в том же Крыму, например. А дальше мы их не можем все равно использовать, потому что есть заборона, запрет на использование такой техники в фашистской федерации. То есть мы только на территории Украины их можем использовать. Об этом я вчера рассказывал. И вроде бы все. Но сегодня CNN пишет, что эти ракеты не может быть, а уже доставлены в Украину. И пишет, что их довольно много. И CNN это не то издательство, которое, знаете, является таким вот утконосом, который утки носит, да? Типа Димона Медведева, да? Который глупости пишет. Вроде бы нет. Ну, серьезная контора. То есть они пользуются своими инсайдами. У них инсайдеры практически во всех правительствах. И они утверждают, что о ракетах Storm Shadow можно говорить с употреблением не слова «может быть», а со словом «уже». Вот так вот. То есть они уже у нас. Давайте в двух словах, что это за ракета. Я сейчас специально взял, открыл тут по их данным. Смотрите. Вес ее 1300 килограмм. Это здоровая дура длиной 5 метров. Чтобы вы понимали. Да, это большой самолет. Ну, Су-24 вполне. Диаметр ракеты 480 миллиметров. 48 сантиметров. То есть где-то вот такая она. Масса боеголовки, ни много ни мало, 480 килограмм. Представьте себе. То есть вот Рашидская база где-то там в Крыму. Одна такая ракета прилетит. И, собственно говоря, этой базы уже нет. Скорость порядка 1000 километров в час. То есть типичная крылатая ракета. Радиус действия 250 километров в экспортном варианте. Ну, нам этого вполне достаточно достанет до любой точки. На территории Украины. Я имею ввиду точки, оккупированные российскими фашистами. То есть, а вот эта ракета уже является геймченджером. Таким же точно, как является, например, в свое время Стингер. Вы помните, как российские самолеты первые дни войны довольно-таки дум... Нет, не скажем, что они себя вольготно чувствовали. Думали, что они себя будут вольготно чувствовать в небе Украины. Как они бомбили Чернигов, помните? Как по Чернигову сыпалось просто. Киев пытались бомбить. Но тут, правда, их успокоили практически моментально за сутки. Харьков бомбили очень сильно. Другие города бомбили серьезно. И они думали, что все можно. И тут бас-стингеры. Потом иглы наши повытягивали. Польские перуны. И они думали, шлоп-шлоп-шлоп-шлоп. Все посыпались. Все. Прекратили летать над городами. Потому что им просто по морде настучали. Вот эта ракета, это тоже геймченджер. То есть тот, который меняет правила игры. И такими же геймченджерами, например, являются джавелины. Почему? Потому что один джавелин, один танк. Один джавелин, один танк. И ничего нельзя сделать. Джавелин танк уничтожает в любом варианте. Еще не было вариантов, чтобы он танк не уничтожил. Да, они туда 20 этих мангалов могут прицепить. Облепить этот танк мангалами со всей стороны. Один джавелин, один танк. Все равно. Ничего не помогает. Вот так. Вот. То есть это тоже геймченджер. Ну и вот эти ракеты геймченджерами являются просто потому, что оказывается, что ПВО их чрезвычайно трудно перехватить. Они их практически не перехватывают. И вот сколько мы их отправим туда? Это не кинжал. Вот кинжал они кричали. Ой, ханжал, такая ракета. Она говнет. Говнет, да. Ну вот говнет они запустили. Говнет не долетел. Его сбили сразу же. А тут другая картина. Да, это же еще, учите, еще такой момент, как мы еще наш Гром-2 не используем. Бог его знает. Говорят, что его уже доделали. Может не доделали. Ну мы не знаем точно. Но все это полетит, поедет и зачувегает в тот момент, когда будет нужно начинать контрнаступление. И вот тогда, вот эти вот 200 точек, по-моему, 220 точек, да, на карте Крыма. На карте нашего украинского Крыма. Которые заняты расистами на сегодняшний день. Под военные базы. То есть эти подонки из нашего курорта. Где люди отдыхали, радовались морю. Куда заходили круизные лайнеры со всего мира. Они сделали из него военную базу. 220 военных баз влепили туда. Ну вот, собственно говоря, если нам дали 220 ракет. Я не знаю, сколько нам их дали. Может и тысячу. Я же не знаю, сколько. 220 ракет и нету 220 таких военных баз. Вот, собственно говоря, очень простая арифметика. Так что, я уже призывал. И еще раз призываю всех крымчан, которые проживают. А вы прекрасно знайте, если у вас там рядом военная база. То ли требуете ее вывода немедленного. Я понимаю, это сложно. То ли как-то пытаетесь от нее дистанцироваться. Потому что, когда начнется наше контрнаступление. То вот эти военные базы. Ну, от них останутся рожки до ножки. Соответственно, вы же прекрасно понимаете. Что, когда падает ракета с боеголовкой 480 килограмм. То от места падения такой ракеты. Надо быть, ну, как можно, как можно дальше. Поэтому, ребята. Переждите. Если у вас где-то там рядом российская военная база. То, пожалуйста, переждите где-то в другом месте. Пока мы эту военную базу не разбомбим. Все буду Украина.